этот шантаж ведется его пропаганда непрерывно в течение в течение года и что касается прибалтики то его основная цель фактически он повторял западу тот вопрос который гитлер задавал в 30 годы вы хотите умереть за данцик только он был сформулирован примерно так вы хотите умереть за нарву то есть вопрос был такой если мои вежливые зеленые человечки появятся в эстонии и жители нарвы проведут какой-то референдум то будет ли нато выполнять статью 5 своего устава и придет ли на помощь вот он советовал он утверждал что если придет то я смогу использовать ядерное оружие это повторялось десятками его экспертов это повторялось криками жириновского в думе что надо сжечь париж и уничтожить всю германию вот на этот шантаж нато и точнее говоря соединенные штаты дали достойный ответ на саммите уэльса в уэльсе саммите нато в сентябре было решено расположить при балтийских странах и польши контингенты нато небольшие включая американских солдат ну например сейчас в латвии в эстонии имеется около 100 американских солдат это казалось бы ничего с точки зрения военной но это громадное политическое психологическое значение это означает что если вот эти зеленые человечки вторгнуться в эстонию то путин автоматически вовлекает себя в полномасштабную войну соединенными штатами всему не удастся запугать запугать шантажом запад и прежде всего соединенные штаты и блокировать их их защиту эстонии то есть тот вопрос хотите ли умереть за нарву президент обама американцы нато повернули обратно путину а хотите ли вы умереть за нарву тогда идите и вступайте в полномасштабную войну соединенные штаты здесь шантаж провалился но совершенно не недавние события показали успех ядерного шантажа и что очень опасно для будущего развития международных отношений в мире всех удивил недавний поворот в поведении орланда президента франции прежде всего канцлор меркель канцлор меркель занимала очень жесткую позицию по отношению путину и вдруг неожиданно она поехала в москву как бы к нему на поклон что полностью изменила ту политику изоляции путина которую запад проводил начиная с брисбенского саммита